Натушение возгорания в Вольске пришлось привлечь даже пожарный поезд. К счастью, ЧП обошлось без жертв. Между тем, в Саратове и Саратовской области резко увеличилось число погибших на пожарах. Самое страшное, что среди жертв есть и дети. Так, в Балашове и Балашовском районе за последнюю неделю умерли четверо несовершеннолетних. Почему на раннюю весну приходится пик возгораний, расскажет Юлия Шишкина. Администрация города и государственный пожарный надбор обращают ваше внимание на необходимость соблюдения требований пожарной безопасности. Пожарные пошли, вернее, поехали в народ. Об опасностях самодельных обогревателей и курения в нетрезвом виде хотят докричаться до каждого, чтобы остановить страшную статистику. У нас за последние 10 дней в Саратовской области прошел рост пожаров. И рост пожаров связан в том числе неприятной стороной с гибелью людей. Что касается города Саратов, у нас погиб мужчина в Ленинском районе на прошлой неделе. По сведениям МЧС, большинство пожаров, 70% случаев, произошли в частном секторе. Таких же старых домах, как на улицах Хользунова. Жители уверяют, что их постройки датированы 1887 годом. Выгреваются они газовыми печами. Пожарные идут к жителям с памятками о правилах эксплуатации электро- и газовых приборов. Мы так аккуратно. Боимся. Если последний сгорит, тогда где жить-то? За всем следишь, чтобы газ выключен был. Все. Понюхаешь. Вот эти краны особенные, краны приходится нюхать. Считается, что ранняя весна – один из самых пожароопасных периодов. Решив, что морозы миновали, люди теряют бдительность и не следят за обогревателями и печами. Вторая причина – старая проводка выходит из строя после резких перепадов уличных температур. Аварийный дом номер 36 по Хользунова зиму пережил. Мы сидим друг за другом строго. Строго. И вот если смотрим, я вон даже в туалете объявление повесила. Окурки никуда не бросайте, не может воспламениться. Многодетной матери Ольге Лаврентьюк о противопожарных мерах напоминать не нужно. Семья у нее благополучная, а вот жилища нет. Она рассказывает, как районная администрация пообещала улучшить жилищные условия и временно поселила семью по адресу Чернышевского, 66. Так прошло 12 лет. Вот говорят, что рожайте детей. Я родила аж четырех сыновей. Они нормально ходили, спортом занимались, то и все. Ну, надо же им тоже создавать какие-то условия. Утечка газа была, то еще что-то, то еще. Это вообще кошмар. Я говорю, я здесь здоровье полностью потеряла. Визитеры советуют Ольге обратиться к чиновникам. Вдруг на фоне неблагополучной пожарной ситуации многодетной семье пойдут навстречу. Пожарные уверяют, что от их рейдов есть и реальная польза. Ведь в обходах участвует полиция, представители СПГС, газовые службы. Юлия Шишкина, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов.